Как я уже сказал, заповедь хлебопреломления Братья и сестры, поэтому обычно в собраниях наших присутствует, когда совершается хлебопреломление, не только члены церкви, присутствуют и дети верующих родителей, присутствует кто-то из наших неспасенных еще родственников, гости в наших собраниях, которые еще не в мире с Господом, и поэтому совершение хлебопреломления это напоминание и для них, что Господь пострадал за всякого человека. Написано в Слове Божьем, а Христос за всех умер. Поэтому, кто еще не в мире с Господом, будьте сегодня внимательны в собрании к действию Духа Святого в ваших сердцах, и если через проповедь или совершение этой заповеди через возвещение Церковью Христовой смерти Господа Иисуса Христа за всех грешников Господь побудит вас к покаянию, то Писание говорит, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших. Ну, а мне хотелось сегодня в проповеди, поскольку это служение воспоминания, напомнить нам о том, что мы имеем благодаря голговской жертве Иисуса Христа, что нам даровано через Его спасительную, искупительную, заместительную жертву на кресте. Первый текст, который я прочитаю, это в послании к римлянам, в восьмой главе записано, 32 стих, апостол Павел писал, «Тот, речь идет о Боге Отце, тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Речь идет о Боге, что Бог Отец не пощадил Своего Сына, а дал Его в жертву для нашего спасения, и говорится, как этот Бог, не пощадивший Своего Сына, не дарует нам и всего. Но обязательное условие, апостол Павел говорит, как с Ним не дарует нам и всего. То есть все, что мы имеем, мы имеем только во Христе Иисусе, и только благодаря Его заслугам, благодаря Его подвигу, который Он совершил на Голгофе. Другой апостол Христа, апостол Петр, в своем втором послании, в первой главе тоже говорит, что Бог через Сына Своего Иисуса Христа дает нам все потребное для жизни и благочестия. Слово «все» оно очень емкое, оно включает в себя очень много. Действительно, все, что мы имеем, мы имеем только благодаря тому, что две тысячи лет назад Христос приходил на землю, что Он согласился взять на Себя крест, взойти с крестом на Голгофу, согласился лечь на этот крест и дал пригвоздить Себя. Если бы этого не произошло, если бы в истории человечества не было такого события, то, скорее всего, уже и нас с вами бы не было, и ничего бы не было. Но все, что мы сейчас имеем, и то, что мы есть, и то, что мы имеем множество различных благословений, это благодаря тому, что Христос согласился взять на Себя наши грехи, стать жертвой за нас и понести на Себе то наказание, которого заслуживали мы. Но слово «все», как я уже сказал, оно емкое, оно большое. Я из этого «все», что нам даровано во Христе Иисусе, хочу только несколько моментов выделить, на мой взгляд, очень важный, что нам дано через жертву Спасителя нашего Иисуса Христа. Первое место, первое большущее благословение, как я понимаю, это очень важное, очень большое, очень значимое, это прощение грехов. В этом же послании, из которого я уже читал, но в другой, в четвертой главе, апостол Павел цитирует слова из 31-го псалма. Этот псалом когда-то написал Давид, и Давид написал его в определенных обстоятельствах своей жизни. Мы знаем, что жизнь Давида, она не всегда протекала ровно и гладко. Были периоды особой близости с Господом, периоды особого вдохновения, написание прекрасных псалмов, совершение подвигов. Давид вел войны Господни, одерживал победы. Но, к сожалению, Давид, как и всякий другой человек, и как мы с вами, он иногда тоже оступался, иногда падал. Священное Писание не скрывает это. А почему не скрывает? Потому что, если бы в Священном Писании о Божьих людях, Аврааме, Моисее, Давиде, было написано только хорошее, мы легко могли бы впасть в уныние и разочарование, сравнивая себя с ними, и видя, что у нас не получается так, как получалось у них. Но Библия откровенно говорит и о их ошибках, и о их падениях, для того, чтобы мы, сравнивая свою жизнь, могли тоже видеть. И они оступались, но поднимались. Господь давал силу встать, Господь давал прощение, Господь оказывал милость, и это вдохновляет нас тоже, что если и я оступлюсь, и я сделаю какую-то ошибку, и даже если совершу какой-то грех, потому что Писание говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но глядя на эти библейские примеры, мы можем иметь тоже такую надежду, что и к нам Господь окажет свою милость. И вот Давид, когда-то переживший в жизни своей серьезное падение, и испытав разлуку с Господом, испытав, что Дух Святой оставил его, он пишет в 31-м псалме, а потом апостол Павел цитирует это место в послании к римлянам в 4-й главе. И апостол Павел говорит так, «Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел, блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Братья и сестры, это очень важная истина, за которую мы должны быть очень благодарны Богу, если мы пережили это в своей жизни. Да и я думаю, что человек, переживший это, испытавший прощение Господня, он не может остаться неблагодарным Господу за это. Конечно, мне не раз приходилось слышать, и вот недавно, слушая интервью Вениамина Бальчика, в очередной раз я услышал такой пример, он говорит, «Я родился и вырос в христианской семье. Я с детства был примерным послушным мальчиком, ходил в собрания, пел в детском хоре, играл в оркестре, никогда не пропускал собраний, никогда не дрался, не курил, не выпивал, но, кажется, никаких грехов не делал. И пока я смотрел на окружающих людей и сравнивал свою жизнь с ними, я думал, что, ну, я не грешник, мне не в чем даже и кается. Вот те люди, которые там, за пределами церкви, которые в мире, которые пьют, гуляют, блудничают и прочее там делают, различные беззакония, да, они грешники, им есть за что каяться, а мне за что каяться? Но дальше он говорит такую удивительную мысль, что когда в одном из собраний, слушая проповедь, Господь коснулся его сердца, и он говорит, «Я не стал уже сравнивать себя с людьми, а я стал сравнивать себя со святым Богом». И в свете святого Бога, абсолютно непогрешимого, абсолютно чистого, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, так говорит Писание. Он говорит, «Когда я сравнил себя, свою внутренность, свои какие-то недобрые помыслы, свое, может быть, большое я, свою гордость и прочее, то в свете святости Божьей я увидел себя погибшим, потерянным, до конца испорченным грешником, и это побудило к покаянию». Братья и сестры, и вот Давид, он когда-то это тоже пережил, он там в 31-м псалме говорит, «Когда я молчал, обветшали кости мои, от вседневного стенания моего, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». И это было до тех пор, пока он старался как-то скрыть этот грех. Конечно, Давид понимал, что перед Богом-то ничего не скроешь, но все-таки, и он как-то этот прятал грех, а потом он говорит, «Но я сказал, исповедаю Господу грех мой, и ты снял с меня вину греха моего». И вот когда Давид это пережил, снятие греха, он почувствовал это блаженство и говорит, «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Очень наглядно об этом говорится в книге «Путешествие Пилигрима». Наверное, многие присутствующие читали эту книгу, если кто не читал, я очень рекомендую ее прочитать. И вот там так наглядно автор этой книги, Джон Буньян, изображает этого Пилигрима, который долгое время нес на себе это бремя, бремя грехов, бремя беззаконий. И только когда он подошел к Голгофе, и когда там снял с себя это бремя и сложил его у Голгофского креста, он почувствовал огромное облегчение, почувствовал радость, мир, покой в своем сердце. Братья и сестры, это не было бы возможно, если бы не жертва Иисуса Христа. В мире существует множество различных религий, и, как правило, цель каждой религии, цель каждого учения – это научить как-то человека своими заслугами, своими усилиями, своими стараниями достичь прощения грехов, достичь спасения. И поэтому люди, которые находятся в этих различных учениях, они так и не получают облегчения, потому что прощение невозможно заработать, прощение невозможно заслужить. Оно просто дается даром, но дается только благодаря тому, что Христос Своей смертью приобрел это право прощать грехи кающимся грешникам. Кажется, все так просто. Попроси у Господа прощения, и Он простит тебя. Да, это действительно так просто. Склонись перед Господом, попроси прощения. Но этому должна предшествовать большая внутренняя работа в нашем духе, в нашей личности, в наших мыслях, должна предшествовать большая работа. Я действительно должен увидеть и осознать себя погибшим грешником. У меня действительно должна пробудиться моя совесть, которая начнет судить и угрызать меня и не давать мне покоя, которая будет постоянно мне напоминать и говорить, ты грешник, ты погибший. Посмотри, сколько ты огорчал Господа, сколько грехов и беззаконий ты совершил. И когда ты приходишь уже к состоянию, все, Господи, я больше не могу молчать, я уже больше не могу с этим жить. Я думаю, многие пережили это состояние. Когда-то это было и в моей жизни тоже, когда я стал приходить в собрания верующих, когда Господь через Слово Своё поселил в моем, пробудил в моем сердце живую веру в Господа, веру в Бога, веру в Его Писание, когда в свете Его Слова, слушая проповеди, глядя на жизнь верующих, сравнивая себя с другими, сравнивая себя с образом Иисуса Христа, который открывался в Писании, я все больше и больше осознавал себя грешником и наступил момент, когда я уже не мог с этим больше жить. Уже настолько совесть судила, настолько тяжело было, что оставалось только одно – упасть перед Богом и просить Господи, «Прости меня, я не могу и не хочу больше так жить». Братья и сестры, я как Давид могу свидетельствовать, я тоже пережил это в своей жизни, эту радость прощения, это блаженство быть помилованным и прощенным грешником. Поэтому я поставил это на первое место в своей проповеди. Это большое благословение, которое мы имеем, благодаря тому, что Христос на Голгофе умер, взял на себя наши грехи и согласился понести наше наказание. Второе. Я тоже читаю из послания к римлянам, да и практически все тексты, которые я сегодня буду читать, они находятся в этом удивительном послании, послании к римлянам, которое, думаю, многие из вас так же сильно любят, как и я. Люблю читать и перечитывать, и каждый раз получать все больше для себя благословений и назидания через это послание. И вот в пятой главе апостол Павел писал, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». И немножко ниже в этой же главе пятой, десятой и одиннадцатой стихи. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Братья и сестры, вот я вспоминаю свою жизнь еще там, в Казахстане. Немало приходилось участвовать в служении благовестия в то время, девяностые годы. Как-то это служение очень было сильно распространено в нашем братстве, различные методы благовестия. И приходилось, часто встречаясь с неверующими людьми, и вот помню, бывало, если кому-то говоришь, «Вам нужно примириться с Богом». Или на собрании мы, бывало, в палатке говорили, «Мы призываем вас к тому, чтобы вы примирились с Богом». А потом некоторые люди говорят, «А что мне с ним мириться? Я с ним не ссорился, я с ним не враждовал». Конечно, это абсолютно неверное понимание, потому что Писание говорит, что мы становимся врагами Богу по расположению к злым делам. Нет, ты можешь в адрес Бога руку не поднимать, не говорить никаких там ругательных слов или еще что-то, но совершая какие-то грехи или введя греховный образ жизни, ты автоматически становишься в позицию врага Бога. И не только это. Даже к верующим людям апостол Иаков обращается и говорит, что дружба с миром есть вражда против Бога, вражда с Богом. Любящий мир, подражающий миру, живущий по обычаям этого мира, сообразующийся с этим миром, он тоже становится в позицию вражды с Богом. Апостол Павел так и говорит, что мы были врагами Богу по расположению к злым делам, но когда Бог Духом Святым касался наших сердец, совершал в нас эту преобразующую работу, давая осознание своего погибельного состояния во грехах и беззакониях, и когда мы, склонившись перед Богом, попросили о прощении грехов и получили прощение грехов, произошло примирение наше с Богом. И мы теперь уже не на противоположных позициях, или, как говорят, мы не по разную сторону баррикад, мы теперь рядом, Бог заключил с нами мир. Он инициатор этого, Он через Христа Иисуса дает нам такую возможность. Братья и сестры, я думаю, что вот особенно за прошедший 22-й год, мы непосредственно так столкнулись с этим. Ну, я говорю непосредственно, хотя мы не были там, мы не жили там, где были военные действия. Некоторые из присутствующих здесь испытали это, но нас это тоже в определенной мере коснулось, и мы знаем, как это больно, как это неприятно, как это тяжело, как это страшно, когда нет мира, когда идет война, когда погибают люди. То есть, для человека более естественно, более свойственно и желательно это состояние мира. Так вот, через Иисуса Христа нам тоже дается такое благословение мир с Богом. Апостол Павел говорит, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, следующий момент, на который хотел обратить внимание, это тоже в послании к римлянам записано. В 6-й главе апостол Павел пишет, «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе». Дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Братья и сестры, я думаю, что многим это известно. Наверное, вам приходилось беседовать с пожилыми людьми. И я совсем немного помню таких людей. И все, кого я помню, вот кто был в таком состоянии, это люди глубоко верующие, которые имели твердую убежденность, что по окончании своей земной жизни они перейдут к Господу, то некоторые люди уже очень преклонного возраста говорили, «Я уже ничего от этой жизни не хочу, мне бы уже перейти к Господу, мне бы уже водвориться у Него». Мы в пятницу слышали, брат Иосиф о своем дедушке говорил, что иногда на похоронах Он говорил, «Как бы я хотел быть на Его месте?» Но это редко, и, как я уже сказал, это бывает только у глубоко верующих людей, которые имеют полную убежденность, что впереди их ожидает жизнь вечная. А в основном люди, они стараются любой ценой как-то задержаться в этой жизни, хоть не намножечко, но еще дольше прожить. мы знаем примеры некоторых очень богатых людей, которые, заболев такими смертельными болезнями, типа рак или еще что-то, готовы были и отдавали практически все свое состояние, отдавали очень большие суммы денег на лечение, на лекарства, на врачей, для того, чтобы хоть еще немножечко, хоть на несколько месяцев или лет продлить жизнь. Да, я думаю, что это естественное желание, тоже заложенное нас в Богом, стремление жить, желание жить. Я иногда тоже так говорю, я люблю жизнь, несмотря на то, что она трудная, несмотря на то, что много переживаний бывает в этой жизни, но я люблю жизнь, мне нравится жизнь, я хочу жить, мне это неинтересно жить, и я не хотел бы прежде времени умереть, хотя тоже понимаю, что впереди вечность, и там еще лучше, но, видимо, что-то вот Богом в нас вложено, это желание жить, но закон Божий, Святое Писание говорит, что возмездие за грех смерть, и однажды, когда человек согрешил, смерть вошла в жизнь человека, и смерть действует, и результаты ее действия мы видим постоянно, люди уходят, но что самое страшное, что с окончанием земной жизни, для многих людей, нет, для всех людей, смерть – это непрекращение существования, человек сотворен Богом для вечности, и нас впереди ожидает вечность, наше существование никогда не прекратится, только вот тоже это закон такой, который нужно признать, и с которым всякий человек должен согласиться, что когда закончится твоя земная жизнь, ты перейдешь просто в другую фазу, в другое состояние, твое существование не прекратится, как некоторые неверующие люди считают, что умрешь, закопают, сгниешь, и на этом все, нет, далеко не все, Священное Писание говорит, что вечность ожидает всех, но эта вечность очень различная, и кого-то впереди ожидает мука вечная, так говорит Святое Писание, а кого-то ожидает жизнь вечная, очень ярко об этом сказано в 25 главе Евангелия от Матфея, вот именно эти слова, которые я процитировал, там записаны, что пойдут одни в муку вечную, а другие в жизнь вечную, в Евангелии от Иоанна Христос тоже говорил, что наступит время, когда все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божия и услышав оживут одни воскресения жизни, другие воскресения осуждения, и кого-то ожидает очень страшная участь, но мы читаем здесь, что в Иисусе Христе это подарок Божий для нас, что через Иисуса Христа, через Его голговские страдания, каждому человеку предоставляется возможность избежать вечных страданий, а получить вечную жизнь в Царстве Господа и Спасителя Иисуса Христа. Друзья, я думаю, зная это, очень неразумно для всякого человека не сделать все необходимое для того, чтобы избежать вечной погибели и обрести вечную жизнь, но, к сожалению, Господь говорит, что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Да, к сожалению, это так. На узкий путь становиться, входить этим тесными вратами, немногие желают. По широкому пути идут многие. Братья и сестры, но пусть для нас всегда будет вот в памяти нашей, что конец широкого пути это погибель, а конец узкого пути это жизнь вечная, данная нам во Христе Иисусе. Еще в 8 главе к послания к римлянам апостол Павел писал такие слова. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Какую мысль из этого текста я хочу выделить? Апостол Павел называет нас наследниками Божьими, сонаследниками Христу. У апостола Петра в первом послании там тоже есть мысль, которая очень созвучна с мыслью апостола Павла, прочитанной нами вот в послании к римлянам. Апостол Петр говорит, что Бог для нас на небесах приготовил наследство вечное, нетленное, неувидаемое, и мы являемся сонаследниками, то есть часть этого наследия принадлежит нам. И когда земная наша жизнь закончится, и когда мы войдем в вечность, то мы придем туда, а нас там ожидает наследство, часть которого принадлежит нам. Не знаю, как вас, а меня эта мысль очень тоже радует и вдохновляет, и вызывает благодарность Богу. Здесь, на земле, я никогда богатым не был. В общем-то, всегда жизнь проходила так, ну, скажем, довольно скудно, всегда так в натяжечку, и поэтому меня очень радует, что в вечности все будет по-другому. Мы все там будем очень богаты, потому что нас там ожидает очень богатый и щедрый небесный Отец. Братья и сестры, у вас никогда так не было, что вы, ну, немножко где-то в мыслях своих мечтали, вот неплохо было бы получить наследство. Вот бы оказалась где-нибудь какая-нибудь бабушка, тетушка, которая вот уже умирает или умерла, и вдруг оказалось, что я ее единственный наследник. Однажды, сидя перед компьютером, оплачивая бил, и я так смотрю, бил за дом, изучаю его внимательно, 269 тысяч еще нужно банку выплатить, еще впереди большое количество лет, я начал подсчитывать, когда же я должен буду заплатить последний пеймент. Оказывается, я буду к тому времени уже глубокий дедушка, если доживу, конечно, и что-то от этих мыслей так не очень приятно стало, и думаю, вот оказался бы я наследником какого-то богатого человека. вдруг вот так позвонил бы кто-то или письмо прислали, что подъедьте туда-то, подойдите туда-то, и вы получите какую-то большую сумму денег. И я размечтался, я бы дом сразу выплатил, а потом думаю, не, а что его выплачивать, я бы другой, лучший дом купил, с большим участком, где-нибудь там за баттлграундом, или еще в каком-то красивом месте, и уже много что намечтал к разных хороших вещей, которые бы накупил, а потом думаю, ну остается самое малое наследство получить, которого нет. Ну и мечты закончились. Братья и сестры, а в общем-то, что нам мечтать об этом земном? Сегодня мы слышали призыв о горнем помышляйте, о небесном, а там на небе, да, ожидает нас, я не знаю, что оно, я не знаю, какое оно, в чем оно выражается, наверное, не в какой-то земной валюте, не в каких-то драгоценных металлах, это что-то более ценное, это написано нетленное, то, что ни моль, ни ржа, ни истребит, то, что не сгниет, не пропадет никак, оно вечное, оно неувидающее, какое-то прекрасное наследие, и благодаря тому, что мы через жертву Иисуса Христа стали детьми Божьими, получили усыновление, в нас живет этот дух усыновления, Дух Святой, мы имеем уверенность на то, что там, на небе, получим это наследие. Ну и последнее, братья и сестры, что тоже меня очень радует, в там же, в восьмой главе послания к римлянам, апостол Павел писал, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Братья и сестры, Иисус Христос, умерший и воскресший, и вознесшийся на небо в сороковой день после своего воскресения, Он находится одесную Бога Отца, и апостол Павел говорит, Он является нашим ходатаем перед Отцом. Ходатай, заступник, тот, который за нас может сказать что-то доброе, который может как-то за нас походатайствовать, засвидетельствовать. Поэтому и сегодня, если кто-то, осознав себя грешником перед Богом, склонится перед Ним, попросит прощения, то наш ходатай, Иисус Христос, Он обратится к Своему Небесному Отцу и скажет, «Отец, я из-за Него пострадал, я из-за Него пролил свою кровь, за Него я терпел все мучения, издевательства, чтобы Он был спасен». И благодаря ходатайству Иисуса Христа, благодаря тому, что Он за наши грехи взял и совершил наше спасение, всякий, обращающийся к Нему, и сегодня может быть прощен, помилован и получить в подарок жизнь вечную от нашего Бога и Спасителя. Поэтому, как я и вначале говорил, мне хочется сегодня, чтобы мы вместе с вами спели песню призывного содержания. Включите, братья, 455-й номер, «Ты познал ли силу крови? О, скажи! И омыт ли ты кровью Христа?» И если кто-то осознает, что в вашей жизни еще этого не произошло, или, может быть, когда-то происходило, но затем, где-то не бодрствуя, допуская какие-то согрешения, вы Господа из своей жизни удалили, потому что мы читаем в послании к Лаодикийской церкви в книге «Откровения» Господь, обращаясь к ангелу этой церкви, говорит, «Се, стою у двери и стучу». Это не был мирской человек, это не был какой-то безбожник, это ангел церкви, это церковь Лаодикийского периода. Господь оказался за дверями. «Стою и стучу». Может быть, сегодня кто-то из верующих, и тех, кто с Господом завет давно заключил, осознает, что где-то разрыв произошел, как пророк Исаия писал, грехи ваши и беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Сегодня есть возможность все это поправить. Сегодня нам предстоит участие в заповеди. Написано, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Давайте встанем на ноги и будем петь. А кто желает покаяться, пожалуйста, это время для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова